Чтобы выровнять чайлайн линии цепи между передней и задней звездами, пришлось взять самую маленькую каретку на 113 мм и датчик, чтобы не терся у саму пластинку с магнитами. Что пришлось сделать? Это пластинка. Изначально было маленькое отверстие и она насаживалась на ось. Сделал очень большое отверстие и садил ее непосредственно на саму систему. Звезды поставил изнутри. Не снаружи, а изнутри. И придумал вот такую гайку, вот еще квадратное отверстие, для того, чтобы эта пластиковая штука с магнитиками не свалилась с системы и не улетела слишком близко к магнитам. Так. Вот это вот сейчас наживится и будет вплотную. Я надеюсь, это будет работать. Как можно ближе сейчас наживлю. Так вот это будет выглядеть. Так. Так вот сейчас это выглядит. В тестом варианте. Датчик у нас стал идеально. Зазорчик. Пару миллиметров. И пробуем запуститься. Какая-то странная вещь. Почему он так бьет? Сейчас буду разбираться. Работает. Все собрано было на соплях. Эти вот проводки просто были не воткнуты. Датчик холла. Почему он так стучал? Потому что внутри стоит три датчика холла. И один проводок был не воткнутый, и один датчик был не воткнутый. Но он не понимал, что крутится колесо, не крутится. Пытался раскрутить, но не мог. Я сейчас все это постыкал. И теперь это делает вот так вот. И полетели. Охренительно. Прям вообще. Просто фигачит, короче. Гонит. Шоссер летит. Все. Теперь надо все это красиво собрать, аккуратно. И это все будет работать. Я надеюсь. Прикольно. Это. Рад. Рад. Слаб. Рад. Продолжение следует...